Фокус рынка прочно держится на американо-китайском конфликте. Тема торговых войн получает продолжение – США вводят 5-процентную пошлину на все товары из Мексики. Май начался с введения торговых пошлин и заканчивается ими же. По словам Дональда Трампа, пошлина на мексиканскую продукцию, будет повышаться до тех пор, пока страна не решит вопрос нелегальной иммиграции. Похоже, что начало июня также будет ознаменовано введением торговых ограничений. Завтра Китай должен ввести новые тарифы на товары из США. Разговорами о том, что на самом деле все хорошо и сделка между США и КНР будет заключена, рынок уже не обмануть. Трейдеры сегодня активно уходят в безопасные активы. Золото заметно прибавляет в цене. Июньский фьючерс торгуется в непосредственной близости от важного психологического уровня на отметке 1298 долларов за унцию. Растет в цене и швейцарский франк, но наибольшим спросом пользуется иена. Что касается доллара, он остается устойчивым, так как трейдеры отдают предпочтение качественным активам. Трейджерис также востребована на рынке, что приводит к снижению их доходности. По отношению к евро американская валюта продолжает сохранять преимущества. Впрочем, в пятницу пара евро-доллар развернулась на север и пробралась к отметке 1.1150. Однако вряд ли это движение получит устойчивое продолжение. Экономика еврозоны слаба, бюджетный конфликт в Италии далек от разрешения. К тому же трейдеров волнует перспектива открытия Европейского фронта в торговой войне после Мексики. Следующей остановкой для евро может стать отметка 1.10. Мексиканский Песо сегодня потерял уже 2,5% своей стоимости. График пары фунт-доллар по-прежнему вызывает жалость. Фунт слабеет не по дням, а по часам. Продавцам удалось уйти ниже круглой отметки 1.26. К середине европейской сессии пара торговалась на уровне 1.2586. Безусловно, в приоритете остается медвежий сценарий. Питать надежды на рост можно будет после возврата котировок выше отметки 1.2690. В пятницу Великобритания не будет публиковать важных макроэкономических данных, способных повлиять на фунт, поэтому все внимание будет обращено к геополитическим новостям. На следующей неделе Дональд Трамп посетит Англию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова